Друзья, всем привет! И сегодня мы с вами поговорим о WebAssembly. Проведем небольшое сравнение скорости с JavaScript. И к концу видео немного порассуждаем на тему того, почему же данная технология так и не обрела широкой популярности и не стала убийцей JavaScript. Всем приятного просмотра! И начнем мы с того, что же такое WebAssembly и зачем он нам вообще нужен. WebAssembly это открытый формат байт-кода, исполняемого современными браузерами. Формат имеет компактные размеры и высокую производительность, близкую к нативной. То есть его основная цель это увеличение скорости работы вашего приложения. Код WebAssembly не предназначен для написания вручную. Скорее он спроектирован для эффективной компиляции из низкоуровневых исходных языков, таких как C, C++, Rust и так далее. Для себя я использовал Rust. Вы можете поступить аналогично, для этого вам потребуется скачать Rust, то есть нажимаете на главной странице начало и следуйте всем инструкциям, описанным ниже. Я, естественно, оставлю все ссылочки и команды в описании. Далее вы скачиваете в smpack. Это пакет, который позволяет вам компилировать код с Rust в WebAssembly. А далее мы перейдем к сравнению скорости выполнения кода WebAssembly и JavaScript. И для данного сравнения я написал небольшое приложение, которое состоит из трех тестов. В первом тесте мы будем проверять скорость выполнения обычного цикла, то есть это цикл 4. Далее мы будем проверять скорость перебора массива внутри цикла. И третий, последний тест, это числа Fibonacci. Здесь мы будем проверять скорость выполнения рекурсивных вычислений. Но сперва я предлагаю рассмотреть код данного приложения. И начнем мы с кода, написанного на Rust. Как вы можете видеть, у нас здесь находятся три функции. Первая выполняет обычный цикл 4 со сложением на каждой итерации. Вторая выполняет перебор массива внутри цикла с инкрементацией каждого элемента на каждой итерации, где длина массива это 10 000 элементов и каждый элемент изначально это 0. И последняя, третья функция реализует вычисление последовательности чисел Fibonacci. Заранее поясняю, что данный способ не является оптимальным, но для нашего примера подходит как нельзя кстати. Также мы с вами используем библиотеку Wasmbingen и помечаем соответствующим атрибутом все вышеописанные методы. Данная библиотека в свою очередь является частью пакета Wasmpack, который мы с вами установили ранее. Wasmbingen нужен для обеспечения связывания типов между Rust и JS. То есть для помеченных данным атрибутом методов после компиляции и сборки пакета будут созданы интерфейсы, с которыми мы сможем взаимодействовать и с JavaScript. Далее мы с вами переходим в файли CargoTomo. Здесь находится информация о нашем пакете, который мы с вами соберем. В разделе Package находится самая основная информация, то есть это название, версия, автор, описание, лицензия и так далее. То есть естественно данные вы меняете здесь на свои, то есть ваш репозиторий, ваши названия, в общем ваши данные. Далее в разделе Lib находится информация о том, в какую версию наш пакет будет собран. Об этом вы подробнее сможете ознакомиться по ссылочке в описании. И далее находятся зависимости, то есть здесь находится информация о нашем Wasmbingen. Более детально мы с вами код рассматривать не будем, так как данный видеоролик больше про WebAssembly, нежели Arast. Также данное приложение я вылью на гид, там вы сможете более детально с ним ознакомиться. Ссылочку я вам конечно же оставлю в описании. И теперь перейдем непосредственно к компиляции нашего кода WebAssembly. Для этого открываем терминал, вводим команду wasmpack build target web, нажимаем Enter. И как мы видим, процесс сборки нашего пакета и компиляции прошел успешно. Результат сборки нашего пакета мы можем видеть в папке Package. Здесь будет находиться код WebAssembly, а также интерфейсы для взаимодействия с ним. Для большей наглядности я удалю данную папку и соберу наш пакет еще раз. И как мы видим, мы опять получаем нашу папку Package. А теперь мы с вами поговорим о файлике JS, то есть что у нас здесь находится. Первое, что у нас бросается в глаза, это импорт. То есть здесь мы с вами видим все эти функции, которые мы создавали в Rust. И теперь они экспортируются из файлика JS, который находится в нашем пакетже. Далее ниже мы с вами можем видеть константы, в которых содержатся HTML элементы, с которыми мы в свою очередь будем взаимодействовать во время выполнения кода. Также у нас здесь есть некоторые ограничители, то есть опять же константы, которые содержат числа. Они служат для того, чтобы мы не вводили слишком большие значения в наши инпуты. У нас просто не падала апка. Далее мы с вами опять же видим некоторые константы, которые мы опять же будем использовать в процессе выполнения нашего кода. И далее мы с вами можем видеть некий лисенер, то есть который будет, собственно говоря, слушать нажатие по кнопке и запускать определенный алгоритм действий, который нужен для того, чтобы рассчитать время. Соответственно, если хотите более детально с этим ознакомиться, можете перейти по ссылочке в описании на репозиторию в GitHub. И также, как несложно догадаться, здесь находятся все те же самые три метода, которые у нас написаны с помощью Rust. То есть это обычный цикл, только написанный на JS. Далее это у нас перебор массива внутри цикла. И далее это у нас числа Fibonacci. И также немного подробнее хотелось бы остановиться на второй функции, которая у нас отвечает за перебор массива внутри цикла. Почему я именно здесь выбрал цикл For, а не цикл ForEach? Потому что цикл For является более оптимизированным, нежели ForEach. И я это вам продемонстрирую в нашем тесте. И самое время, кстати, к нему перейти. И начнем мы наше тестирование с обычного цикла For. То есть введем в данный input значение 100. То есть мы хотим провести 100 итераций, нажимаем Start. И в обоих случаях мы получаем 0 миллисекунд, потому что цикл 100 итераций проходит просто моментально. Но давайте с вами повысим ставки и, допустим, проведем 100 тысяч итераций. Что же мы с вами увидим? И увидим мы с вами все так же 0 миллисекунд, потому что цикл 100 тысяч итераций также проходит просто моментально. Но давайте повысим ставки еще больше и проведем, допустим, 100 миллионов итераций. Что же мы в этом случае увидим? Увидим мы то, что JavaScript справляется с данными итерациями за 42 миллисекунды, а WebAssembly справляется все так же за 0 миллисекунд. И я вам даже больше скажу, что с WebAssembly я пробовал и гораздо более высокие значения. Это было там и 100 миллиардов и так далее. И при этом он все равно показывал минимальное время выполнения, в то время как JS нам блочил поток уже на несколько десятков секунд. И далее мы с вами перейдем ко второму тесту, то есть это перебор массива внутри цикла. И, допустим, мы хотим с вами 10 тысяч итераций цикла. И мы с вами видим результат, то что WebAssembly оказался быстрее на 57%, а именно на 32 миллисекунды. То есть преимущество тут уже не такое радикальное, как было в первом случае, что цикл просто выполнялся на WebAssembly моментально, но все же оно довольно ощутимое. И теперь давайте, как я и обещал, проведем то же самое сравнение, только не с помощью цикла for, а с помощью цикла forEach. Для этого перейдем в WebStorm и заменим данный метод на цикл forEach. Передадим value, передадим индекс, возьмем элемент из массива по индексу, и он будет равен value плюс 2, то есть аналогичное абсолютно условие. Далее запускаем тот же самый тест, также с 10 тысячами итераций, и мы уже получаем преимущество WebAssembly на 91%, то есть фактически почти в 11 раз. Оно достигается за счет того, что цикл forEach менее оптимизирован, нежели цикл for, что и требовалось доказать. И давайте перейдем с вами к последнему тесту, это последовательность Fibonacci, и внесем сюда число 43. Подождать нам придется порядка 7 секунд, потому как это довольно емкая операция, и соответственно она занимает много времени. Но как мы видим, она уже выполнилась, и какие у нас результаты? WebAssembly справился у нас за 1900 миллисекунд, и JavaScript у нас справился за 3600 миллисекунд, ну почти 3700. То есть опять же мы с вами видим преимущество WebAssembly почти на 50%, а именно на 1768 миллисекунд. И какой же мы можем с вами сделать вывод, исходя из данного сравнения? Ну, спорить глупо, WebAssembly действительно гораздо быстрее JavaScript, то есть и это преимущество порядка 50%. Почему же тогда WebAssembly не везде используют? Ну, потому что мест в приложениях, где действительно нужна такая производительность, производительность крайне мало, а в большинстве случаев таких мест вообще нет. И почему же WebAssembly так и не стал убийцей JavaScript? Ну, ответ здесь очень прост, потому что WebAssembly изначально не проектировался, как убийца JavaScript, он проектировался, как его помощник. То есть и вполне логично, что он в конце концов его и не заменил. И когда же нам с вами использовать WebAssembly? Тогда, когда нам действительно важна высокая производительность, так как использование данной технологии требует знания сторонних языков, а как следствие приносит лишние сложности и риски. А тем более поддерживать и тестировать такой проект становится в разы сложнее. Ваш проект не мусорный ящик, и класть туда все, что ни попадя, без лишней необходимости уж точно не стоит. Ну, а если вам понравилось данное видео, подпишитесь на канал, поставьте лайк и следите за выходом следующих видеороликов. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok